Татьяна Устинова, Камея из Ватикана Проклятая маска норовилась сползти с носа, приходилось то и дело ее поправлять. Нелепые завязки путались в волосах, медицинских масок на резинках нынче не достать. Пришлось купить самопальные, сложенные в несколько слоев марлю с притороченными веревочками. Возле дома старой княгини маска совсем развязалась. Тонечко плюхнула на траву пакеты, размяла затекшие пальцы в синих резиновых перчатках и стала копаться в волосах, пытаясь выудить из кудрей хлипкие завязки. Зараза! Теть Тонь, вы чего? Ничего, пропыхтела Тонечка. Маска свалилась, чтоб ее. Парень на велосипеде смотрел на нее малость высока. Ему понаехавшие москвичи в масках, перчатках и очках казались идиотами. У него самого маска была завязана на щетинистой шее. Если менты или какие-нибудь рьяные дружинники прицепятся, а спортивные перчатки с полупальцами всегда при нем. Сойдет. И требования все выполнены. Маска, вот она, перчатки на месте. «Может, подмогнуть, теть Тонь?» Да я пришла почти. Она бы и согласилась, чтоб подмогнул, но ее до нельзы раздражало обращение тети Тони, из уст великовозрастного парня, у которого в плечах косая сажа не борода, как у дьякона. Он работал водителем при больнице и подрабатывал извозом. Пару раз Тонечка ездила с ним в Тверь, купить то, чего было не достать в Дождеве. Свежую клинскую колбасу, креветок, всякие излишества. Тонечка зацепила маску за ухо и махнула парню. «Езжай, Коль, спасибо!» Парень, нажав на педаль, рванул с места, покатил и поднял велик на дыбы. Как пить дать фасонил перед тетей Тоней. Тонечка вздохнула. Жизнь изменилась в одночасье, и привыкнуть к этой новой было сложно. Принимаясь за пакеты, она кинула взгляд на дом старой княгини и замерла. Старуха стояла возле окна, шторы она никогда не задергивала и неподвижно смотрела на Тонечку. «Добрый вечер!» пробормотала столичная сценаристка испуганно. Разумеется, неподвижная старуха за окном не могла ее слышать, и Тонечка решила на всякий случай поклониться. Она произвела некое неловкое движение туловищем и даже попыталась шаркнуть ногой. Старуха не шелохнулась. Тонечка собрала в обе горсти ручки от многочисленных пакетов и потащилась дальше. Следующий за старухиным участок пустовал. Как видно, хозяева не смогли вырваться из зачумленной Москвы. А уж там и Тонечкин дом. Она попой толкнула калитку, взволокла поклажу на высокое крыльцо, выхватила из кармана брызгалку, щедро обработала перчатки и ручки пакетов, наконец-то стянула маску. Вот как к ней привыкнуть? К этой новой реальности. Она почти разгрузила пакеты, когда со второго этажа скатился Родион, а за ним припрыгала собакообразная насекомая с раскидистыми ушами и улыбкой на черной с подпаленными морде. «Я же тебе сказал, что сам в магаз схожу». Сходу начал атаку мальчишка. «Рассказал, значит, сказал». «Что ужинать будем?» «Мне папа велел, чтобы я за тобой смотрел. А как за тобой смотреть, если ты не слушаешься?» «Ночь скоро», — миролюбиво заметила Тонечка. «А есть хочется уже сейчас». «Смотри, на выбор макароны с сыром, гречка с котлетами, у меня фарш остался. Могу картошки с грибами нажарить?» Я замороженных опять купила. «А что быстрее?» Тонечка усмехнулась. «По всему видно, есть хотелось не ей одной. Все быстро. Я ловкая, ты же знаешь». Родион посмотрел на мачеху. Она правда была ловкой и веселой. После детского дома, в котором он прожил, считай, 10 лет, ему очень нравилось, что с родителями, с отцом и мачехой всегда весело. Не то, чтобы они то и дело представляли сценки или рассказывали анекдоты, но как-то так себя вели, что с ними было интересно и не страшно, что вот-вот поругаются, и все кончится. Родион выбрал котлеты с макаронами, а Тонечка взразила, что раз котлеты, значит, с гречкой, и принялась за дело. «А вкусного купила?» «Вкусным считались ванильные сухари, обсыпанные сахаром, маковые сушки, мармелад, чем резиновый, тем лучше, овсяное печенье, соломка и всякое такое». Тонечка заверила, что купила, но до ужина ничего не даст, чтобы не перебил аппетит. «Тонь, ну я же не маленький», — возмутился Родион, «не 17 будет». «Даже когда тебе стукнет 58, ты должен помнить, что набивать живот сладким вредно». Она сама сейчас с удовольствием вместо гречки съела бы пирожная картошка, две штуки, и запила тремя стаканами чаю. Но никак нельзя. Во-первых, дурной пример для Родиона. Во-вторых, в магазин «Рублевочка» пирожных картошка не завозят. Надо же было так назвать продуктовую лапку в центре города Дождев в Тверской губернии. Прям какой-то литератор называл, стилист. Тут тебе и намек на шикарную жизнь, рублевка, не что-нибудь. И на дешевизну. Рублик, всего ничего. И звучит ласково. Родион подхватил с пола собакообразное существо, которое выписывал вокруг них кренделя и венделя, поцеловал в морду, немного смутился и пристроил свою худосочную задницу на столешницу, почти в миску с фаршем. «Куда ты сел? Слезай сейчас же». «А старую княгиню зовут Лидия Ивановна», сообщил Родион. «Она раньше в Москве жила, а теперь здесь, в Дождеве». «Откуда ты знаешь?» Сама сказала. «Она сегодня опять на ручей ходила». По невесть, когда установленному неписанному закону жители всех трех домов вдоль руча выходили к воде через Тонечкин участок. На берег вела узорная чугунная калиточка, обычно закрытая, на проволочный крючок. В заборах, в самом дальнем конце участков, тоже были калитки. Вообще ни на что не закрытые, а всегда настишь распахнутые. Старая княгиня являлась дважды в день. Тонечка видела ее из окна. Она проходила вдалеке, не глядя по сторонам, некоторое время возилась с крючком, выходила к ручью и усаживалась на скамейку под березами. Сидеть там она могла сколько угодно, иногда час, а когда потеплела, то и дольше. Родион то и дело бегал рисовать ручей, березы, траву, калитку, скамейку. Он вообще или ел, или спал, или рисовал. Засадить его за уроки не было никакой возможности, особенно сейчас, когда всех разогнали на удаленку. Она спросила, что я рисую, и я ей показал. Она сказала, хорошо, продолжал Родион. Про Бузьку спросила, что за порода. Я сказал, что пражский крысарик. И она сказала, что Прага вообще загадочный город. Загадочный? – переспросила Тонечка машинально. Она пыталась порезать огурец, но дело не двигалось. Только она отрезала кружок, как Родион выхватывал его и съедал, смачно хрупое. Она бросила резать и сунула оставшийся пол огурца мальчишке. Родион помычал благодарственно. – Тонь, а папа приедет? – Кто его знает? – И ты не знаешь. У него же люди работают. То есть сейчас как раз не работают. Вся работа остановлена. Ему нужно придумывать, чем платить, где денег добыть. Пока не придумает, не приедет. – А он придумает? – с тревогой спросил Родион. Ему требовалось, чтобы Тонечка его успокоила. Как жить, если не она, не даже отец не знают, что дальше? – Придумает, – сказала Тонечка, все поняв. – Он очень умный. – Садись, котлета готова. – Ты собаку кормил? – Родион возмутился. – Ты же знаешь, собаку я кормлю всегда в шесть часов. – Это правда. Безалаберный мальчишка вполне мог проспать школу, завтрак, репетитора, урок онлайн, но накормить свою собаку никогда не забывал. Еще она спросила, чей я. И я сказала, что Германов продолжал Родион, сгорбившись над котлетой. Он хватал куски, обжигался, выплевывал, дул на них. – Веди себя прилично, – велела Тонечка. – Какой-то странный вопрос, чей. Ты же не собака. – Ну, она так спросила, мальчик, ты чей? Я ей сказал. – Еще я хотела ей показать, как я ее нарисовал. У меня альбом в доме. Завтра покажу. – Ты ее тоже рисовал? – Родион покивал. – Она такая красивая и одета странно. Тонечка все никак не могла привыкнуть, что ему нравится не то, что должно нравиться. Ему нравились покосившиеся заборы, букашки, лужи, припорошенные цветовыми, точной пыльцой, воробей, склевавшие дождевого червяка, провалившиеся мостки у ручья. Вот старуха понравилась тоже. Тонечка постоянно чувствовала тревогу. Ей казалось, что она должна защищать и оберегать мальчишку. От всего. Человек, которому нравятся воробьи, собаки и старухи, сам себя защитить и уберечь не сможет. Она подложила ему еще котлету, и он заглянул в сковородку. Осталось или нет? Оставалось три штуки. Вот красота. А что к чаю? Вареная свекла с медом. Что, правда? Родион вытянулось лицо. Тонечка вздохнула. Лимонные дольки, халва, сушки и две разных шоколадки. С орехами? Одна с орехами. Это было совсем другое дело, и Родион великодушно предложил поставить самовар. Иногда они так развлекались по вечерам. Пили чай из самовара. С ним приходилось довольно долго возиться. Иногда он напрочь не желал растапливаться, капризничал. Но к сегодняшнему пиру самовар был просто необходим, и Тонечка согласилась. Она помыла посуду, прислушиваясь к тому, как мальчишка тюкает перед крыльцом топориком, пытаясь наколоть щепок. Взглянула в окно, отвела глаза и посмотрела еще раз. На соседний участок, который пустовал с самого начала карантина, ползал черный Мерседес. Ворота были распахнуты. Выходит, хозяева все же приехали. Должно быть хорошо, что приехали. С тех пор, как всех разогнали по квартирам и дачам на самоизоляцию, Тонечка почти не видела людей. И к этому трудно было привыкнуть. Труднее, чем к перчаткам и маске. С другой стороны, непонятно. Вдруг они привезли из Москвы эту самую заразу. Общительный Родион то и дело забывал и про маску, и про перчатки. Здесь, среди тверских лесов и болот, никакой особый режим не объявляли. Но Тонечка все равно беспокоилась. Мало ли. Она накинула на плечи, облезла ее жилетку странного меха, именуемую в семье позорный волк, и вышла на крыльцо. Родион прилаживал к самовару трубу, отворачивался от дыма, закрывался локтем. Собака бегала вокруг, то и дело от восторга, припадая на передние лапы. Как хорошо подумала Тонечка, что она догадалась взять Родиону собаку. Они как-то сразу оказались вдвоем, вместе, парой. Вместе привыкали к московскому быту, вместе прилаживались к семье, вместе осознавали, что теперь есть и отец, и мать, мачеха, и брат, и сестра, и дед-генерал, и бабушка Марина. После детского дома в Угличе такие перемены давались нелегко, но вместе, вдвоем, всегда проще и лучше. Над дальним концом участка, над ручьем, висела низкая снеговая туча. Даром, что май на пороге. Нынче все смешалось. Не стало ни зимы, ни весны, сплошное безвремени. Солнце из-за края тучи подсвечивало едва заделеневшие березы, и свет был тревожный, беспокойный. Родион, наконец, приладил трубу, из нее сразу повалил густой белый дым и хорошо запахло разогретой смолой. Мальчишка и гогокнул, понесся по лужайке, крошечная собака, как на стрекозиных крыльях, полетела за ним. «Смотри, какое солнце!» прокричал Родион издалека. «Дай мне альбом, я нарисую быстро!» «Не дам!» отозвалась Тонечка с крыльца. «Ты проспишь, самовар, и мы чаю не попьем!» «Хорошо, что участок есть. В московской квартире на этом самом карантине все бы с ума сошли. Впрочем, большая часть детей осталась как раз в квартире. Настя и Даня уехать не смогли. Старый дом никакими новинками современной техники оборудован не был, интернет еле шевелился. Тонечки, чтобы Родион хоть как-то учился на удаленке, приходилось мудрить. Раздавать сигнал с телефона, метаться по комнатам, выискивая угол, где стабильный прием. Настя училась в театральном. И с первого же дня карантина просиживала за компьютером днями и ночами. Особенно занятно было наблюдать уроки по сценическому движению, когда Настя перед компьютером выделывала немыслимые па, а педагог из монитора оценивал, насколько удачно у нее получается. Даня бесконечно бубнил на суахили. Писал и сдавал контрольные и курсовые. Он в университете осваивал басурманский язык, как формулировал его отец. И по совместительству муж Тонечкиной и матери Марины Тимофеевны. Тонечка улыбнулась. Вообще, в семейном древе Германов, Морозовых, Лепницких легко заблудиться и пропасть. Кто бы мог подумать еще два года назад. Жили-были три девицы. Бабушка Марина, точка Тонечка и внучка Настя. Жили-поживали. Добра никакого особенно не наживали. Им это и в голову не приходило. В одночасье все изменилось. На их терем-теремок в Немчиновке надвинулись странные и невероятные события. И главное, куда-то появилась целая куча разных мужчин. Бабушка Марина вышла замуж за генерала Лепницкого, который прибыл в ее жизнь вместе с сыном Даней. На Тонечке женился знаменитый продюсер Александр Герман. А потом нашелся его сын, Родион. И в кроне семейного древа все ветви окончательно и бесповоротно запутались. Об этом читайте в романах Серега Артемиды и Пояс Ориона. Настя и Даня как-то сразу стали братом и сестрой. Хотя сестрой Дани должна была считаться Тонечка, Родион через неделю после воссоединения с семьей стал называть Марину бабушкой, а генерала дедом, хотя ни один, ни второй вообще не были ему родственниками. Деддомовского мальчишку благополучные и сытые московские дети старательно опекали, но не слишком им интересовались. Они были от души заняты собой, своим образом жизни, друзьями и учебой. Александр Герман к появлению сына, о котором он 16 лет ничего не знал, относился словно с изумлением. Этот новый сын учился из рук вон плохо. В московской школе почти не тянул, зато постоянно рисовал. Его комната как-то моментально превратилась в свалку из альбомов, тюбиков и банок с красками, карандашей, разрозненных листов александрийской бумаги, обрывков, клочков, яблочных огрызков, конфетных бумажек, немытых кружек и мятой одежды. Вещи мальчишку вообще не интересовали. Зато интересовала еда. Он безостановочно ел и, кажется, только худел. Щеки у него совсем ввалились, еще длиннее стали тонкие, как щепки руки, вытянулась и без того гусиная шея. Самым главным его другом была собака Буся, и сразу следом за ней Тонечка. «Родька, смотри за самоваром!» крикнула Тонечка в сторону лужайки, по которой на перегонки носились мальчик и собака, и посмотрела на соседний участок. Машина стояла на плиточном пятачке перед домом. Над крыльцом горела лампочка, свет ее терялся и таял в вечернем солнечном сиянии. Интересно, кто же это приехал? Дом в Дождеве принадлежал давно покойным родителям ее мужа. Тонечка раньше никогда здесь не жила и соседей не знала. Величественную старуху, обитавшую через дом, они с Родионом окрестили старой княгиней, вернее, окрестила Тонечка, а когда Родион спросил, почему, приволокла ему первый том войны и мира. Родион моментально заскучал, стал оглядываться по сторонам и предложил помыть посуду. Тонечка два вечера убила на пересказ эпопеи своими словами и только потом догадалась включить ему английский сериал. В английском сериале всех молодых героев играли молодые артисты, и Родион постепенно втянулся, но смотрел войну и мир, как неандерталец или англичанин. Никакие нравственные проблемы его не интересовали, зато интересовало, кого убьют, кто на ком женится и не разорится ли Пьер. Состояние финансов Пьера казалось Родиону гораздо важнее, чем его масонские искания. После того, как убили Петю Ростова, Родион наотрез отказался смотреть дальше, и Тонечке пришлось брать его измором, убеждая, что дальше все пойдет как нельзя лучше и обещать в обмен на просмотр пирог с мясом. Насилу одолели. Оказывается, старую княгиню зовут Лидия Ивановна, вполне подходящее имя. Тонечка зашла в дом, поставила на круглый стол чашки и вкусное, о котором мечтал Родион, и позвонила мужу. «Я занят», сообщил телефон мужниным голосом, едва прекратились гудки. «Я на работе». «Бог в помощь», отозвалась Тонечка. Родион втащил плюющийся кипятком самовар, водрузил на подставку и спросил, как там папа. Тонечка проинформировала, что папа на работе, занят. «А мы когда в Москву поедем?» «Когда карантин снимут?» «А когда карантин снимут?» «Как только болеть перестанут». «А когда перестанут?» «Садись», сказала Тонечка. «Тебе чай с мятой или как?» «Они долго пили чай и смотрели дурацкое кино под названием «Бруклин». Родион его обожал, а Тонечка терпеть не могла, но считала нужным подлаживаться, чтобы мальчишка не чувствовала себя в одиночестве. Разошлись поздно, и Тонечка долго еще не спала. Все думала, как жить, когда кругом карантин, муж бесконечно занят и сердит, родители в группе риска, а дети бошены на произвол судьбы. Все из-за какого-то проклятого вируса. Кто бы мог подумать, еще три месяца назад? Кто мог предположить, что закроются магазины, кафе, химчистки, парикмахерские, а кое-где и дороги, что скорые будут часами стоять в очередях, чтобы сдать заболевших в приемный покой, что патрули на улицах станут спрашивать пропуска и выписывать штрафы вышедшим без разрешения? «Вирус», вслух сказала Тонечка, устав думать. «Ты подложил нам колоссальную свинью». Заснула она под утро. И снилась ей нехорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова